МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии руководитель клубов «Активное долголетие» в Звенигороде и Одинцово Никита Еленкин. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Евгений. А я призываю наших телезрителей звонить к нам в студию по телефону прямого эфира 8 495 508 86 84. Кроме того, вы можете оставлять свои комментарии и вопросы под прямым эфиром в Инстаграм. Никита, правильно понимаешь, что с осени 2019 года работает проект «Активное долголетие» в Одинцовском округе? Да, это так. Вот сколько бабушек и дедушек к проекту успели присоединиться? До последнего открытия, так скажем, нашего проекта мы привлекли в него более 2000 человек. И вот с февраля, с 2012 года, когда нашим клубам разрешили вновь работать, уже больше 200 новых участников к нам пришли. А вот признавайтесь, вот будь вы в той возрастной категории, присоединились бы к проекту? Обязательно. Я вот, честно говоря, немножечко нашим бабушкам и дедушкам завидую. Тоже хочется и с палками ходить, и петь, и заниматься. Взять. Вот выбрали себя. Что выбрали? Физкультуру. Однозначно. Да, и бассейн. Все-таки хочется. Да, активности не хватает. Нам ее сейчас все-таки больше сидим как-то в офисах. И хочется, хочется двигаться. До пандемии клуб работал очень активно. Было много разных направлений, кроме тех, что мы успели перечислить. Вот какие самые яркие события того периода можете выделить? У нас был очень большой и интересный мастер-класс в парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Более 150 человек со всей области приехали к нам для мастер-класса по ходу на лыжах. Здесь все-таки спорт выбирают наши активные жители. Также мне очень хорошо запомнился, в спорткомплексе «Звезда» города Звенигород у нас проходил открытый мастер-класс по аквааэробике и подыхательной гимнастике. Там тоже было более 100 человек. Это два таких наиболее запоминающихся крупных события до пандемийного периода. Но еще были экскурсии. Вот куда ездили наши бабушки-дедушки? У нас есть как экскурсии внутри округа, они есть пешие, куда мы, бывает, сами даже добираемся. Нас встречают экскурсоводы, проводят с нами экскурсии. И также есть автобусные экскурсии, их было 24, если не ошибаюсь, всего в период 2020 года. Это экскурсии по области, по Московской области. Храмы, знаменательные места. А вот поступают какие-то пожелания? Вот хотим съездить вот туда. Очень многие сейчас хотят ездить в Патриот-парк и в новый музей Зои Космодемьянской. Планируете туда поездки? Да, обязательно. Я думаю, что уже в мае мы стартанем. То есть осталось потерпеть чуть-чуть, как раз потеплеет, будет красиво, все расцветет. Надеюсь, что наша съемочная группа присоединится. Вот, между прочим, к экскурсии в усадьбу Захарова. Наша съемочная группа отправилась вместе с участниками проекта «Активное долголетие». Это было в августе прошлого года. Давайте вспомним, как это было. По местам детства великого поэта. Участники проекта «Активное долголетие» посетили парк Захарова. Узнали о подробностях жизни Александра Сергеевича Пушкина в бабушкиной усадьбе. Оторваться от увлекательного рассказа экскурсовода Людмилы Классинской было невозможно. Даже моросящий дождь не испортил настроение гостям. Людмила Федоровна – это вообще кладезь необычайный человек. Я с ней впервые познакомилась в нашем литературном объединении «Парнас Одинцовский», «Лито» называется. И мы когда разговаривали с ней, она говорит, а я еще экскурсоводом была. Я говорю, Людмила Федоровна, вы представляете, мы очень бы хотели, поскольку вырвались из карантина, очень бы хотели попасть на экскурсию Захарова, «Большие веземы». Она сказала, я с удовольствием это сделаю и проведу. Поистине русский бунтарский дух и уникальный литературный слог сформировался у поэта именно в этих местах, рассказывает Людмила Федоровна. Детство среди крестьянского быта и традиций в окружении природы оставили след в жизни и литературе Пушкина. Есть такая как бы байка или что сказать, такая история неподтвержденная, что он был, как его дворовые называли, немой мальчик. И возможно, благодаря тому, что вот летом он бывал здесь, в моем любимом Захарова, как он писал к своему другу Юдину, он как раз приобрел вот этот дар быстро говорить, общаться и даже хулиганить. Потому что он очень любил такие русские народные игры, как лафта, и с дворовыми детьми часто купался в пруду. Слушать такие истории, гулять и наслаждаться природой, отдыхать духовно – большое удовольствие, говорят участники экскурсии. Именно теперь, выйдя на пенсию, для этого появилось свободное время. У меня сейчас так сложилось обстоятельство, что я могу активно посещать экскурсии. Я очень благодарна активному долголетию за такой проект, что могу столько, несмотря на какие-то ограничения, столько посещать экскурсии. Участники программы «Активное долголетие» посетили уже две экскурсии. Познакомились с историей рода Голицыных в Веземах, узнали о дачных театральных сезонах на Баковке. Теперь в их копилке еще и поездка в Захарова. В прямом эфире ТВ программы «Главная тема» и сегодня мы говорим о проекте «Активное долголетие». Никита, ну были занятия разные, были экскурсии, потом наступила пандемия. И первыми на самоизоляцию как раз ушли, я так понимаю, что люди из возрастной категории участников проекта «Активное долголетие». Насколько им тяжело дался этот период? Чем занимались люди, привыкшие к активному образу жизни? Очень, конечно, они засиделись, потому что первый раз нас отправили на 4 месяца, так скажем, на удаленный режим и потом еще на 5. В общей сложности 9 месяцев. Но мы не давали им скучать в это время. Многие клубы и отделения социальной защиты проводили лекции, фестивали, семинары, конкурсы в режиме онлайн посредством Инстаграм, Зум-платформы. То есть очень много всего было. И в Одинцовском округе есть очень много победителей различных конкурсов, как творческих, пения, танцы, театральные конкурсы. Также проводились удаленно даже спортивные мероприятия, лекции. Мы, как клуб, создали YouTube-канал свой, записали там по нескольким направлениям курсы. Это физкультурный курс, йога и дыхательная гимнастика. Они до сих пор доступны. Мы будем расширять спектр занятий, то есть чтобы люди, даже сидя дома, если по какой-то возможности они не могут к нам прийти в клуб, могли из дома заниматься и в чем себя, так скажем, не ограничивали. Насколько это возможно? Ну вот кажется, что все эти современные технологии не про наших бабушек и дедушек. Или неправда? Все это в прошлом. Очень многие уже овладели смартфоны компьютерами, умеют пользоваться даже без нашей помощи. Но при этом мы им тоже, насколько можем, помогаем. Есть одно из направлений нашего проекта – это компьютерная грамотность, которую мы развиваем. Вот на этих курсах чему в первую очередь учите участников проекта? Это вот в целом пользоваться персональным компьютером или все-таки мессенджеры, социальные сети? Какой запрос от участников проекта? Запросы очень разносторонние. И вот, как вы правильно говорите, мы выделили два направления. Одно из направлений – это компьютеры, это редакторы текстов, редакторы фото, то есть какие-то простейшие манипуляции с электронной почтой, с госуслугами, с теми же, с банковскими приложениями. И второе направление – это смартфоны. Мы в сентябре 2020 года стартовали с проектом «Твой друг смартфон». Это на базе общеобразовательных школ, где ученики учат бабушек и дедушек работать с смартфонами, с гаджетами. Общий язык легко находят? Потому что сразу вспоминается такая шутка – обращение мамы сисадмина, кто-нибудь, пожалуйста, научите пользоваться меня интернетом, сын у меня психованный. Вот как старшее поколение и молодое терпеливо друг к другу относятся? Очень легко нашли язык общий, мы даже были несколько удивлены этому. И самое в этом замечательное, что, несмотря на то, что у нас была программа, по которой мы, естественно, шли поэтапно, ребята, школьники, они могли ответить на любой вопрос, поскольку всю информацию они знают уже сами по себе. И приходили бабушки и дедушки с разным уровнем знаний, и все ушли после полутора месяцев занятий примерно с одним уровнем, достаточно высоким. Молодым людям, наверное, еще приятно, что они могут научить, они уже такие сразу авторитетные. Да, ответственность и социальная значимость в таком проекте, как активное долголетие, для них это очень важно. Но сейчас, к сожалению, процветает такое виртуальное мошенничество. Старайтесь как-то представителей старшего возраста оградить от этого в сетях. Рассказываем всегда, рассказываем, и, бывает, приходят к нам, ко мне обращаются непосредственно. Никита, посмотри, что к мне тут пришло, и я объясняю, что, да, есть мошенничество в интернете, и как его обойти, как себя предостеречь от этого, конечно, да. Прислушиваются? Да, да. Вот, кстати говоря, вообще к советам прислушивает старшее поколение? Ну, ведь, кажется, они уже умудренные опытом, они уже все знают лучше нас. По-разному, но мы стараемся находить общий язык, как бы, и объясняем, почему именно так. То есть человек не соглашается, когда он не понимает, почему ему нужно не согласиться. А когда ты все поэтапно рассказываешь и объясняешь, конечно, соглашаются. Ну, вот, наверное, обучение такой процесс, да, взаимосвязанный. Вот вас чему-то научили участники проекта? Что-то для себя, может быть, открыли с их помощью? Очень много интересных историй узнаешь из общения. То есть, действительно, у нас есть люди, которые даже прошли войну, то есть к нам и ветераны приходят. У нас есть люди, которые бывали в различных жизненных ситуациях. И вот каждый день, каждый день это новые истории и очень интересные. Ну, и тогда, слава богу, клубы возобновили свою работу, но наверняка с соблюдением всех мер. Вот расскажите, пожалуйста, как защищать представителей старшего поколения от коронавируса? Основное требование, которое сейчас есть к участникам проекта при занятиях и мероприятиях в помещении, требуются справки либо о вакцинации, либо о наличии антител коронавирусной инфекции. Вот это основное. Те мероприятия и занятия, которые проходят на улице, как, например, скандинавская ходьба, туда можно приходить свободно. Ну, я так понимаю, что и прививку можно сделать в клубе «Активное долголетие». Да, так точно. То есть, вот как узнать информацию, когда можно прийти, сделать прививку? Да, ближайший прививочный пункт выездной будет работать в клубе «Активное долголетие» города Одинцова 13 апреля. Все то же самое, как на обычном прививочном пункте, правильно? Да, также осмотр у врача, после медсестра уже сделает вам прививку, если врач вас допустит. И через три недели также в клубе «Активное долголетие» может быть второй. Да, да, каждые три недели мы проводим вакцинацию. То есть, сначала у нас вакцинируется кто уже был, стоят второй, проходит второй этап вакцинирования, и после мы приглашаем тех, кто пришел к нам впервые. Вот насколько старшее поколение активно прививается? Знаете, достаточно активно. То есть, каждый прививочный день, когда у нас есть, вот каждые три недели, более 30 человек к нам приходят. То есть, они такие самоответственные, наверное, в нашем обществе. Сколько всего клубов «Активное долголетие» сейчас в Одинцовском округе работает? Два централизованных клуба в городе Одинцове и Звенигороде. И также более 40 мест занятий по округу. Это дома культуры, физкультурные оздоровительные заведения, учреждения, школы, бассейны. Ну и вот так, если перейти к теории, вообще главная цель проекта «Активное долголетие» какая? Вовлечь представителей старшего возраста в активный образ жизни или, может быть, какие-то другие цели преследуют? В первую очередь, это, конечно, организация разнообразного досуга. Это, вот мы уже с вами говорили, фестивали, различные праздники, мероприятия, лекции. И также это развитие, и, что очень важно, поддержание творческих спортивных способностей. А вот по направлениям как распределяете участников? По их желанию? По их желанию, конечно, да. Или по, там, вот, дедулечка явно спортивный, пусть занимается плаванием? Нет, мы, конечно, предлагаем, но выбор всегда остается за ними. Кто может присоединиться к проекту? Житель в Московской области, Одинцовского городского округа, пенсионного возраста. Это женщины старше 55 лет, мужчины старше 60. Еще есть категория, это лица, вышедшие на пенсию с 50 лет за выслугу. А что нужно сделать для того, чтобы присоединиться к семье активного долголетия? Найти место занятия ближайшее к себе, выбрать, куда вы хотите пойти и прийти. То есть, в принципе, ничего сложного абсолютно нет. Немножко активности, вот на начальном этапе, а дальше уже, наверное... Да, нужно проявить собственную активность, собственный энтузиазм, как бы найти место занятия, прийти заниматься. Ну вот самых молодых мы примерно понимаем, какого они возраста. А вот самые такие, скажем, мудрые участники активного долголетия, это сколько примерно лет? За 80. Многим членам нашего клуба за 80. В основном кто? Женщины или мужчины? Женщины, женщины. Вот так всегда. Вот почему, как вы думаете? Дедулечки стесняются или и так у них все хорошо, самодостаточное? Где-то, наверное, и стесняются. Некоторые думают, что активное долголетие это только про вязание, вышивание. И вот так немножко косо на нас посматривают. Но нет, у нас очень много физкультурных активностей, спортивных. Также мы планируем мероприятия провести летом только для мужчин. Поэтому... Будем раскрывать секреты? Нет, пока не будем, пока не будем. Пока не будем. Я вот теперь переживаю, как у вас быстрое свидание? Прошли при маленьком количестве дедушек? Недавно было замечательное мероприятие. А на свидание они пришли. Дедушки хитрые. Да, даже дедушек было больше, чем бабушек по заявкам изначально. Вот такие вот дедушки. Сначала сидят дома, а на свидание. Ну, молодцы, стоит им отдать должное. А вот какие, может быть, хитрости используете, чтобы из дома вытащить бабушек и дедушек одинцовских? Да. Такой термин, как сарафанное радио, да, у нас есть. И мы просим всех наших активных членов, ну, извините за тавтологию, активного долголетия, да, рассказывать, рассказывать своим друзьям, знакомым, родственникам, соседям о том, что мы есть. Сначала пришел один, потом привел соседку. Да, да, да. Ну и там уже, наверное, да, потихонечку, потихонечку вовлекаются в деятельность. Сейчас наполняемость клуба у нас уже практически сравнялась с пандемийным периодом. Мы активно работаем над расширением мест занятий и над расширением направлений. Ну, вот, в принципе, алгоритм действий, да, человек пришел, вот, хочу в активное долголетие, да, он записался, а дальше он просто может посещать занятия или какая-то предварительная запись на то или иное занятие, она нужна? Ну, конечно, в каждом месте занятий есть расписание, да, которое утверждено, есть списочное количество, сколько в группе занимается, и во все свободные, так скажем, группы, во все свободные направления можно смело присоединяться. В феврале клуб «Активное долголетие» открылся в Звениграде, это событие должно было произойти раньше, но из-за пандемии, из-за второй волны коронавируса его пришлось немножко перенести на более поздний срок. Давайте вспомним, как это было, внимание на экран. Клуб только открылся, а в нем уже многолюдно. В творческой мастерской участники проекта «Активное долголетие» из обычной бумаги создают цветы. И вроде бы образец один на всех, а результат у каждого свой, неповторимый. Работалась с душой, с интересом, я вот эту бумажную пластику прям зауважала, потому что я не думала, что так из простой бумаги может получиться, вот, посмотрите, такой красивый цветок. Я не то, что хвалю свою работу, у всех замечательные цветы с разным характером, буйство, вот такая скромность, такая тишина. А у меня оттенок вот такой сиреневый получился, я думаю, что это просто чудесно. Безопасность участников проекта в приоритете. Теперь, чтобы прийти в клуб, нужна справка о наличии антител к коронавирусу или о вакцинации. Впрочем, прививку от COVID-19 можно сделать прямо здесь. Желающих много, но очереди нет. Прививочка делается в плечо, в любое, в любом углу. Здесь же в клубе ведет прием терапевт. Без осмотра, до вакцинации не допустят. Обязательные условия – хорошее самочувствие и отсутствие противопоказаний. Специально готовиться к прививке не нужно. На дачу уезжать, нужно уже быть привитыми. Этой болезни, кроме прививки, пока никакого лекарства нет. С соблюдением всех мер безопасности участникам проекта «Активное долголетие» предстоит наверстать упущенное. В планах мастер-классы, спортивные занятия и экскурсии. Все то, что мы планировали до пандемии и с таким наращиванием оборотов, что называется, все это сейчас будем восстанавливать. И уверен, весна и уже лето пройдет прямо в такой мега-активной фазе. И постараемся наверстать все то, что было упущено. В прямом эфире ТВ программа «Главная тема». Сегодня мы говорим об активном долголетии. 8495 508 86 84. Звоните и задавайте свои вопросы гость в студии. Никита, вот сейчас хорошая тема была задана в сюжете. Летом начинаются дачи. Вот сможете ли вы отбить участников активного долголетия у сада и огорода? Ну, во-первых, не у всех есть дачи. 1-0 в вашу пользу. Да. А во-вторых, мы будем проводить очень много уличных мероприятий массовых. Я думаю, что будет очень много желающих их посетить. Вот, кстати говоря, а дачно-огородную тему не планируете развивать в активном долголетии? А планируется создание одного из направлений. Называться оно будет растениеводство. Вот. Ну, в планах пока прорабатываем. Это будет теоретический курс или, может быть, с практическим применением? Ну, как растениеводство без практического применения, конечно. То есть все будет в нем успешно сочетаться. Давайте вот еще раз проговорим, какие направления в клубах активного долголетия представлены? На что можно пойти записаться? Скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика, йога, физкультура и плавание. Вот пять спортивных направлений. Также творчество, компьютерная грамотность, экскурсии, про которые мы с вами уже много говорили, пение и танцы. Вот пение и танцы мы сейчас как раз в нашем клубе города Одинцова активно привлекаем туда специалистов. А какие из этих направлений самые востребованные? Все востребованы. Все очень. То есть неспроста их выбрали, да, вот эти вот 10 направлений. Они все востребованы и сделано это для того, чтобы каждый мог найти для себя что-то интересное. Кстати говоря, а как все направления выбирались? Это из-за, может быть, опроса какой-то был, пожелания какие-то были у бабушек, дедушек? Нет. Это еще на стадии становления самого проекта губернатора. То есть проводились и соцопросы, и из опыта, так скажем, проведения и организации подобных проектов. Это все вытекало. А кто занимается с участниками проекта? Расскажите о педагогах, об инструкторах. Если мы говорим о спортивных направлениях, то это профессиональные инструкторы. Большинство из них привлечено из учреждений спорта нашего округа. Также есть сторонние специалисты, например, дыхательная гимнастика. Если говорить про творческие направления, то это преподаватели и культорганизаторы учреждений культуры. Также у нас есть, мы этого не скрываем, волонтеры, которые приходят к нам и более молодого возраста. И сами члены клуба хотят делиться своими знаниями и навыками с одноклубниками. А вот расскажите про волонтеров, в чем заключается их задача. Это преподавание или помощь во время занятий? И то, и другое. То есть, в принципе, такие универсальные бойцы. Да, есть те, кто у нас занимаются, организуют курсы различных направлений. Есть те, кто нам помогают в организации проведения мероприятий. И мы им огромное спасибо всегда говорим и поощряем. По спортивным направлениям нагрузка с учетом возрастных особенностей? Конечно, конечно. С учетом возрастных особенностей. Более того, мы наиболее активных, так скажем, немножко приторваживаем, неразрешаем им посещать все, так скажем, спортивные активности, чтобы они себя не перегружали. Ну вот как вы думаете, да, это очень здорово, что у людей в возрасте стремление к активности. Вот молодежь этим похвастаться, к сожалению, не может. Вот почему так? Это воспитание, да, может быть, еще советское? Или просто хочется больше движения, потому что времени свободного больше стало на пенсии? Откуда столько силы и энергии? Хочется узнать, чтобы на вооружение взять. Свободное время – это, конечно, большой плюс, который есть у данной категории населения. Ну, я бы не сказал, что они чем-то отличаются от молодежи. Все равно человек на пути к своему жизненному, он вот с каким настроем идет, большинстве с твоим, с тем он идет и вот до самого почетного возраста. Поэтому те люди, кто ранее занимался, да, участвовал в различных активностях, да, и в более молодом возрасте, вот те и сейчас занимаются. Ну вот, да, у каждого из нас есть бабушки, дедушки, и если собирательный образ взять, то примерно мы себе так, так, надень шапку, а ты поел, а ты не поел, а ты плохо поел, ты мало поел, иди еще. То есть такие они брюжат, такие вот нас учат. А какие они современные бабушки и дедушки? Очень разные есть, и вот то, что вы перечислили, ко мне они так обращаются. Многие относятся ко мне как к внучку, да, заботятся. Кто-то может даже, не знаю, из дома привезти пирожок вот на работу, поэтому... Приятно наверняка. Конечно, приятно, конечно, приятно. Клубы активного долголетия – это семейная обстановка, дружеская семейная обстановка, и мы стараемся создать вот этот вот внутренний климат именно таким. Пирожками. Вас удивили, Никита, о чем еще удивляют у вас участники проекта? Ну, как я уже говорил, историями, истории не переслушать, так скажем. Вот, может быть, поделитесь какой-нибудь историей, которая вас особенно зацепила. Одна из представителей нашего клуба – она ветеран Байконура. Вот так она себя в ней представляла. Вот она рассказывала истории про то, как на Байконуре вообще велась деятельность, как запускали космические корабли. Вот это вот отложилось в памяти. Да, это действительно очень интересно. Очень хочется, чтобы проект активное долголетие дожил и до нашей пенсии. Очень хочется к нему присоединиться. Но молодежь никак не берете. Вот только в качестве волонтера можно присоединиться. В качестве волонтера, преподавателя, инструктора, если к нам обращаются с какими-то интересными проектами, которые могут быть интересны, в первую очередь, нашей целевой аудитории, мы с удовольствием рассматриваем данные предложения. А отбор какой-то проводите, вот там, тех же волонтеров? Есть какие-то критерии, требования? В первую очередь, это личное общение, личный контакт. Если мы понимаем, что мы можем идти к одной цели, у нас общие интересы, то мы работаем. На этой неделе участники проекта «Активное долголетие» приняли участие в соревнованиях по скандинавской ходьбе. А вот на что обращали внимание судьи, давайте узнаем. Валентина Васильевна, расскажите, пожалуйста, нам, новичкам, с чего начинать свои первые шаги в скандинавской ходьбе? Первые шаги надо начинать с того, что определиться, как ставить ногу, как ставить палку и как двигаться. Вот вы ставите правую, а левую палочку напротив и пошли вперед. Для меня эти шаги, пусть пока и без палок, первые. А Валентина Чижова – спортсменка со стажем. Ей 73. В клубе «Активное долголетие». Жительница Одинцова уже второй год. Самая любимая у меня физкультура. Я хожу к Глебу Александровичу на занятия, а скандинавской занимаюсь потихоньку. И вообще стараюсь во всех мероприятиях участвовать по возможности. И в соревнованиях по скандинавской ходьбе в парке «Раздолье» Валентина Васильевна решила участвовать. Готовилась серьезно, как и другие спортсмены из «Активного долголетия». Мы пригласили участников клуба «Долголетие» из города Звениград, Старый городок, Голицыно, Одинцова для того, чтобы приняли участие по технике прохождения в этом виде. Также у нас запланировано дружеское чаепитие для всех, награждение самых активных. Перед стартом обязательная разминка. Первые упражнения на внимательность. Буду показывать неправильно. То, что я говорю, делаем так. Понятно? Готовы? Руки на пояс. Вперед. В сторону. Вверх. Вперед. В сторону. Вниз. Вниз. Спортсмены к старту готовы. Организаторы говорят, скорость не главное. Все внимание на технику. А она у спортсменов из «Активного долголетия» на хорошем уровне. Скандинавская ходьба – их любимое занятие. Это свежий воздух и движение. Идеально для поддержания здоровья и хорошего настроения. Более 300 человек у нас занималось до пандемии. Сейчас мы возрождаем данное направление. И, как вы видите, у нас уже больше 50 участников на первых соревнованиях в этом году. Чайпитие как награда за участие. Победители первых в Одинцовском округе соревнований по скандинавской ходьбе определят чуть позже. Самым техничным теперь предстоит защитить честь муниципалитета на региональных состязаниях. В прямом эфире ТВ программ «Главная тема». Сегодня мы говорим о проекте «Активное долголетие». Никита, ну, можно, наверное, подвести промежуточные итоги соревнований. Вот как оцениваете технику спортсменов? Оценку техники спортсменов мы отдаем эти полномочия, конечно, профессиональным инструкторам. Это их вотчины, они этим занимаются. Вот. В этот раз действительно оценивали только технику, никакой скорости, ничего. Потому что в лесу еще в раздоре был лед. Поэтому мы делали все очень аккуратно, постепенно, поступательно. Ну, я взяла у Валентины Васильевны мастер-класс по скандинавской ходьбе, а вы, как в скандинавской ходьбе, уже пробовали себя? Конечно. С ними уже не раз ходили. Они иногда сами зовут, говорят, Никита, почему вы не были на тренировке? Приходится оправдываться. Ну и как, не уступаете в технике подопечным? Уступаю, уступаю. У них все-таки опыт и чистота проведения занятий, которые они ходят, они в этом меня переигрывают. Вот так. Так что есть к чему стремиться. Я так понимаю, что в перспективе возможны областные соревнования. И вот правильно ли я поняла, что эти соревнования по скандинавской ходьбе были чуть ли не первыми в Московской области? Я не думаю, что они были первыми в Московской области, но в нашем округе в этом году, в постпандемийный период, они были первыми. Да, и мы готовимся к организации большого турнира. Ну вот как вы думаете, смогут ли наши спортсмены защитить в честь Одинцовского округа? Я уверен, не сомневаюсь. А сколько раз в неделю они тренируются? Клуб города Одинцово тренируется сейчас три раза в неделю с 11 до 12 в парке Баранка. Ну то есть подготовка-то такая достаточно серьезная. Там на самом деле надо было видеть, как они готовились к этим соревнованиям. Даже перед разминкой они ходили с палками рядом со сцены. То есть достаточно серьезно относятся. Они очень серьезно относятся ко всему. Даже к самым каким-то малейшим соревнованиям, да, либо просто занятиям со всей ответственностью. Скандинавская ходьба – это одно из самых популярных направлений, оно действует. А вот что планируете добавить в ближайшее время? Из обязательных мы, как я уже говорил, планируем танцы вести. Очень просят английский язык. Мы всегда спрашиваем, ну так вот, каверзно, для чего. Многие говорят, что для заграницы и просто для развития памяти. Поэтому вот я думаю, что к лету мы с этим направлением тоже активно уже выступим. Ой, Никита, готовьтесь. Следующий, мне кажется, экскурсия в Лондон будет. И, в общем-то, неплохо. Английский язык, танцы. Вот танцы какие? И хватит ли дедушек? Я вот, собственно, к чему. Танцы тоже по разным направлениям просят. Как активные самые такие зумбу, так и классические и бальные танцы. Поэтому вот сейчас работаем с преподавателями. Ищем подходящих администраторов. Ну, на самом деле, график у наших дедушек и бабушек очень насыщенный. Вот что в ближайшей перспективе? Насколько я знаю, завтра мероприятие будет к первому апреля? Да, завтра у нас мероприятие. К сожалению, запись туда уже закрыта, поскольку у нас сейчас есть действующие ограничения по количеству участников. На следующей неделе будет два мероприятия, как минимум. Это медицинская лекция будет ко Всемирному дню здоровья приуроченная. Еще можно записаться? Да, да, да. Мы ее анонсируем только буквально завтра. И будет мероприятие, презентация книги, сборника стихов нашей местной поэтессы. И это вот только на ближайшее время? Ну, вот это на следующую неделю, на самое-самое ближайшее. Вообще у нас проходит от двух до пяти мероприятий в месяц. Поэтому на любой вкус и цвет. И все они такие достаточно посещаемые, то есть на розыске. Ну, конечно. У нас никогда на мероприятиях нет свободного места. И это очень здорово. Но мне кажется, что есть еще желающие присоединиться. Вот давайте напомним, кто может присоединиться к проекту? Жители Подмосковья, пенсионного возраста. Это женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Регистрация в Янцовском округе обязательна или житель Подмосковья любой? А если участник приходит заниматься в отделении социальной защиты, то там ему предложат еще заполнить дополнительное заявление. Вот. Если участник нашего проекта приходит в учреждение культуры, спорта, либо просто в централизованный клуб, он просто приходит, записывается на занятия, как мы с вами уже говорили. Есть одно обязательное еще, не так скажем, не условие, а пожелание. Чтобы проходить на занятиях, человек должен приходить со социальной своей картой. Мы этой социальной картой отмечаем его посещаемость и следим за тем, чтобы он не пропускал занятия. А за посещение не выгоняете? Нет, не выгоняю. Это очень хорошо. Смотрите, справка о вакцинации нужна для посещения занятий в помещениях. Еще какие-то специфические документы нужны для того, чтобы стать участником проекта? Нет, ничего не нужно. То есть, в принципе, все достаточно легко и просто? Достаточно максимально просто, да. То есть, здесь нет никакого желания усложнять сам процесс, да, и на самом первом этапе как-то делать жизнь сложнее, да. Поэтому все максимально просто. Главное желание, главное желание. Вот смотрите, от подачи заявления на вступление в клуб до посещения занятий. Какой промежуток времени? Или, в принципе, вот сегодня я написала заявление, а завтра я уже могу записаться на любое занятие. Сегодня можете записаться на любое занятие. То есть, в принципе, ничего ждать. Приходите, да, если со спортивной формы к занятию приходите, то сразу переодевайтесь, сидите заниматься. Ну и давайте еще напомним про вакцинацию. Когда и где будет работать мобильный пункт, чтобы желающие... 13 апреля в клубе активного долголетия «Город Одинцово» по адресу маршала Бирюзова 30А, это помещение в библиотеке номер один, с 9 часов будет проходить вакцинация второго этапа для тех, кто у нас уже был, и ориентировочно с 10, 30, 11 часов будет проходить первый этап вакцинации для всех желающих. При себе полис-паспорт снился? Да, да, традиционно. Спасибо большое, Никита, что пришли к нам сегодня в студию. Присоединяйтесь к активному долголетию, но и те, кто по возрасту в активное долголетие вступить еще не могут, тоже не сидите на месте, двигайтесь, занимайтесь. Вообще, хобби – это замечательно, хочу сказать я вам. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Продолжение следует...